Всем хачки, с вами я, Александр, от канала Мбот, и у нас игруль на Кнац Хроникал. И захожу-захожу я на днях и смотрю, что, в принципе, добавился новый какой-то герой. Новый герой Адриан, значит, это также у нас идёт, получается, демон, то ли ещё кто-то, то ли ещё что-то зачем-то. Эдан, ну да, кажется, я его знаю. Живой калькулятор. Новый дроянский герой Адриан, здесь так пишется, вот. Поэтому посмотрим на него сегодня, взглянём, новинка, нью, видите, написано, поэтому на него сегодня взглянём. Насчёт призывов, я не уверен, что мы здесь что-то будем распризывать, потому что у нас, ну, хотя есть 200 кристальчиков, можно один раз призвать. Значит, здесь события, подземелья, эссенции, перевоплощение, значит, белые рыцари, тёмные рыцари, вот, тоже ставочка какая-то интересная такая, вот, поэтому, поэтому смотрим. Значит, что у нас, переходим, значит, к героям, прежде всего, давайте сразу же окунемся в призывы, да, То есть, получение, посмотрим здесь, вот, переводится вот таким образом. Также вы мне писали, что можно поменять во время боёвочки экран. Да, я это проверял, но это выглядит очень странно, поэтому мы на это тоже сегодня взглянём. Значит, что у нас, у нас по призывам. По призывам у нас, здесь вот есть старенька бонус призыва, да, это Карен, Демиан, Эсна и Верданди. Либо улучшенный призыв есть, Адриан, Руби, Эдвин и Клод. Давайте попробуем здесь сделать и сделать, сделаем один призыв. Я не буду копить призывы, возможно, вам просто повезёт, а возможно, не повезёт. Поэтому поехали. 200 есть, 200 есть, поехали. Всё, что есть, тут тратим. Поехали, поехали, призыв, призыв, призыв. Вращается, мутится, всё крутится. И Адриан выпадает нам. Я надеюсь, это он. Ну, давай! Эмилия выпала нам, не Адриан, ну, в принципе, СССР-герой. Ну, давайте попробуем ещё раз. Давай, крутится, мутится, экран. Я не знаю, что там, Адриан, выпадай, короче. Не, не работает это, не работает, выпадает уже Эстер. Ну, по крайней мере, мы хотя бы, хотя бы что-то-то получили. Так, окей, значит, мы быстренько это скипаем, нажимаем, получаем следующие награды, получаем ещё какие-то Эмилию, да, вот. И, в принципе, всё, можно её получать и получить за неё кое-какие бонусы. Здесь также можно получать вот такие бонусы, да, которые я практически-практически не получаю, потому что я мало где участвую в этой игре. Ну, как видишь, ты успел заметить, да, то, что, в принципе, я чуть-чуть-чуть какие-то квасы, да, выполняю периодически. Так, ещё что-то у нас есть? А, ну да, у нас ещё много чего, у нас вот ещё есть, да, вот-вот, вот-вот, мы получили ССР-герой и получили много интересного, наверное, чего-то там. О, хорошо-то как. О, пойдёт. Всё, больше ничего не можем здесь открыть, больше ничего не можем получить, получили всякие прочие ништякосы, не выпал нам Адриан, но выпала-выпала другая девица. Давайте хотя бы повращаем, взглянём на него. Как и все, он с хвостом, с рогами, то есть это всё вот это вот подвид-подвид вот этих вот ребят. Значит, что у нас? У нас получается куча золота, который я усердно коплю и хочу накопить 100 миллионов. Вот, также очки дружбы. Извиняюсь, ребятки, что я вам практически никогда не отправляю, ну, практически говорю, что иногда, в принципе, бывает такое, что я отправляю вам, но бывает и не отправляю. Куча всего здесь, поэтому забираем вот эти все бутыльки, которые у меня валяются там, хаотично разбросанные, и переходим мы сразу же к героям. Героям, значит, у нас коллекция, нажимаем, коллекция Дроянский, да, где у нас белые рыцари нет, тёмные рыцари нет, прославленные герои нет, другие особые герои. Так, погоди, потомки императора, вот здесь вот он должен быть. Да, вот он, Адриан, Адриан, значит, вот он. Давайте взглянем на все его скилухи, то есть на скилухи и вообще на внешние облики, вот, знаете, вот. Вот такой он потом становится вот такой, немножко более раскрашенный, более немножко интересный. И потом, потом уже вот такой уже совсем искрилатый, такой брутальный, я бы сказал, наверное, почти, почти брутальный. Вот, ну, окей. Давайте взглянем всё-таки на него. Значит, я не буду читать историю, так как у меня экран очень маленький получается, да, и я сижу довольно-таки порядком далеко, и мне вчитываться вот неохота, тем более-то очень долго будет. Значит, давайте, навык командира, прежде всего, посмотрим. Меч Духа. Повышение атаки союзников стихии тьмы и ветра на 50%. 50%! Это много, я бы хотел сказать. Хочу этого героя, всё, давайте присылать. Давайте ещё присылать. Где крест стал взять? Не хочу донатить. Ну, хочу присылать. 50% это довольно-таки много на самом деле. Значит, здесь меч защиты. 100% шанс в начале битвы наложить оковы души на 3, не относящиеся к категории защиты цели, на 6 ходов. Снижает получаемый героем урон на 50%. 50% шанс проигнорирует получаемый урон. Если у героя есть меч защиты. Ну, блин, он прям себя неплохо-таки так защищает и плюс 50 защиты и плюс 50 просто игнора. Это серьёзно довольно-таки. Также здесь даёт иммунитет к продолжительному урону 50% шанс наложить оковы души на 6 ходов при атаке. Повышает наносимые союзники урон на 40%, если у героя есть меч защиты. Блин, он и как поддержка выступает, и прям вообще очень неплохо себя защищает. Надо, конечно, это дело смотреть, но вот поэтому... Не перебивай меня, Адриан, не перебивай. Вот поэтому надо-надо это смотреть. То есть, ну вот это вот всё, что я прочитал, уже хорошо выглядит. Значит, здесь что у нас? Здесь у нас, значит, танцующий меч наносит одной цели и двум соседним противникам урон равный 60% атаки. Так, каких 60%? 96% атаки, 55% наложить провоцировать цели в течение одного хода. 50% наложить на героя меч защиты на один ход, если у героя нет меча защиты. Если у героя он есть, повышает время действия меча защиты на один ход. Вот как-то вот так. Делает провокацию на себя. А, ну он, в принципе, провоцирующий, да, герой. Ну, неплохо, кстати, он на себя защищает, получается. И плюс ещё даёт возможность больше атаки нашим союзникам. Что, в принципе, очень довольно-таки неплохо, да? Провоцировать. Также 50% наложить на героя меч защиты. Парам-пам-пам. Где-то, по-моему, было, я не знаю. Я не помню, где-то я читал, что он повышает. Ладно, давайте поехали дальше, смотри. Защитный пакт. Пакт у него 100% шанс наложить на героя меч защиты на один ход. Наносит всем врагам урон, равный 80% атаки. 70% шанс провоцировать цели в течение одного хода. Провокация, провокация, провокация. Значит, наносит одной цели проникающий урон, равный 300%. Да, почему же я не пролистываю чит. Или 180% атаки, 100% шанс наложить обнаружение слабости на два хода. 90% шанс наложить воскрешение недоступно на цель и двух соседних врагов на два хода. То есть он убирает воскрешение. Это круто. Это круто. А здесь, что у нас защита на два хода. Наносит всем врагам урон, равный 128. Атаки 100% шанс провоцировать. Окей. Так. Здесь у нас провоцировать. Наложить, не говоря, меч защиты. Ну, хорошо, хорошо. А где у нас атаку-то повышал? Да, ну вот здесь вот, да. Наносимые союзниками 40%. Я помню, что я где-то это видел, блин. Не помню где. Давайте взглянем на него поближе, потому что вот он вот такой. Вот он такой, довольно-таки милый. Довольно-таки неплохой. Двух мечник. Мечник такой вот. Ну, давайте взглянем его в действие. Значит, он прежде всего делает первый удар. Так, расстрелись ко мне. Вот сюда бей. Вот сюда бей. На меня. Ну, вот так уже лучше. Что это было сейчас? Что это было сейчас? Ну, окей. И последняя фаталити добивали. Давайте, давайте смотреть. Ой, больно. Ладно, значит, ну, неплохо. Довольно-таки очень долго он махал. Два воленки такая, долгая добивашечка. Такая вот прям, о, прикольно. Ну, или не добивашечка. Ну, по крайней мере, по крайней мере, больно делать. Неплохо-неплохо на самом деле. Ну, в принципе, я думаю, неплохой довольно-таки танк. Можно попробовать тестить, попробовать его использовать. И у меня всего лишь один всего герой. И то не так давно она появилась из этой тимы. Вот. Остальных остальных я все-таки еще не призвал. То есть, вот как-то вот так вот. Прям не задается у меня с этими ребятами, которые здесь есть. Вообще они никак ко мне не призываются. Никак они вообще ко мне не приходят. Что бы я ни делал, что бы я ни хотел. То есть, они, они просто ко мне не идут потомки вот эти вот. Хаспио или кого они там. Вот, значит, что у нас? У нас компаньон, да? Отличный компаньон. Это хорошо. А также у нас какие-то там выпали эти квестцы еще. Но я не знаю. Я не буду смотреть что-то здесь. Тут всякие-всякие такие. Вот так же здесь вот что-то, что-то я не допрошел даже. Басов не добил. И, по-моему, где-то я на боссе, да? Он немножко слился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Но это надо перепроходить. И надо допройти сюжетку. Потому что там вроде как СССР усилияш. Ну, хотя у меня этих СССР усилияшей уже тоже довольно-таки очень много, по-моему, есть. Вот. Поэтому что еще можно здесь посмотреть? Здесь можно что еще посмотреть? А больше здесь нечего смотреть, на самом деле. Вот. Потому что я здесь и не играю практически. Ничего здесь нового больше не добавляется. Добавляются, да, вот эти вот сюжетки. Рулетку я не могу покрутить. Потому что у меня сценкой перебор. Да, и это единственная игра, которая не дает, не дает дальше копить энку. То есть она вот забилась и все. То есть я пытаюсь ее потратить. Я иногда захожу в игру, ставлю где-нибудь посражаться. Но это будет добывает очень редко. И у меня энка опять очень быстро накапливается. И в итоге я по факту опять потом ничего не могу сделать. Значит, более-более здесь ничего, по-моему, такого не было. Поэтому, ребятки, давайте зайдем еще раз в магазин. Посмотрим, что у нас по скиночкам есть, да. То есть по скиночкам мы, по-моему, все это дело смотрели в прошлый раз. Вот. Ну, неплохие довольно-таки скины. Ну, у меня нету девиц, во-первых. Дэмиан. Посмотрели вообще, что у вас здесь творится? Потому что я уже, почему говорю, у вас. Потому что я здесь практически-практически не бываю. 400 кристаллов. 400 кристаллов, простите меня. Она же раньше была донатная. А вот это уже интересно. А это уже круто. 400 кристаллов. Это ни о чем. Я 200 сейчас только что потратил. Спрашивается. Ну, хотя бы СССР-героев. Все стало за кристаллы. Я представляю, как горело у ребят, которые приобретали скин вот этот за деньги. Потому что многие его приобрели раньше за деньги. А сейчас всего-навсего 400 кристаллов это дело стоит. Обалдеть. Хочу. Хочу, я говорю. Хочу такой-такой вот себе скин. Такой костюм. Плюс это просто не просто скин. Это какой-никакой дающий бонус своему персонажу. Это довольно-таки неплохо. Милые довольно-таки костюмчики. И это реально какие-то донатные. Так, где-то еще, по-моему, что-то было такое прям донатное-донатное. Я немножко посвящу время поиски костюмов. Потому что, ну, реально мне нравится это все. Мне это все нравится. Определенно. Еще можно было бы не выходить и заходить. Не выходить и заходить. А можно было бы сразу бы это выйти. Блин, ну классно. Я хочу скины. Хочу все их купить. Давай призывы. О, кстати, вот эта девчушка-корольчушка нам и выпала. Прикольно. Ты сейчас... Папа-папа-папа. Ладно, я поехал отсюда. Да хватит прыгать. Я поехал. Не хочу тебя покупать. Ты донатный очень. Сильно донатный. Там есть уже старенькие костюмы, которые... Которые уже... Которые уже можно так приобрести. Майя. Блин, ну я реально много не смотрел. Авель. Блин, как много их появилось. Вот что значит. Давно не играл. Просто реально давно не играл. Песики. Песики это хорошо. Песики это классно. Так, здесь у нас Эшик, Эшик, Эшлик. Ну, Эшлик, Эшлик. Окей. Суперзвезда. Эшлик. Понятно. Янус. Ну-ка, давай-ка Янус взглянем. Ну, Олешки. Олешки. Это понятно. Окей. Олешки. Это интересно. Значит, Маргарита. Маргарита у нас. Вот это русалка. Вот это просто фея. Так. Это такой. И это вот такой. Здесь 10% к статам. Здесь 7. Ну, конечно, вот это будет более топовый. Блин, ну прикольно. Я что могу сказать? Прикольно, что я могу. Могу только позавидовать. Так, это я уже смотрел. Позавидовать тем, кто накупил себе костюмов. Это реально, это реально круто. Так. И Триона. Триона, все дела. Хорошо, отлично. Так. Что у нас? Ну, и в принципе, все. Здесь Немезида и поехали, и поехали. То есть, вот так. Это уже не хиты, получается. Это уже получается так. Тоже я помню, насколько это был донатный костюм. И он стоил тоже полторы тысячи. Сейчас это стоит 400 кристаллов. 400 кристаллов это стоит. Ужас. Вот и я понял. Так же. Взяла, отвернулась от нас. Лифа. Тоже, тоже был донатный. Тоже был полторы тысячи. Стоил. Да что же это такое творится? Окей. Ладно. Интересно, на самом деле, покопить кристаллы, покупить, покупить костюмы. Я немножко даже, может быть, этим делом подзаймусь. Не знаю. Не знаю. Не буду обещать. Очень много объем игр взял. Потому что, ну, реально, реально, очень большой объем игр. И я боюсь, что я это не вытяну. Поэтому, да, все эти ребята, я помню, были они донатные. Донатные за реальные бабосы. Сейчас, сейчас это все стоит какие-то сущие копейки, сущие гроши, по сути дела. Вот, ребятки, давайте не буду более вас задерживать. Скиночки я могу и сам без вас посмотреть. Потому что вы их уже давным-давно увидели. Да и я многие уже из них видел. Многие, конечно, не видел. Вот. Поэтому, ребятки, на сегодня я прощаюсь. Но прощаюсь, надеюсь, ненадолго. Мы еще с вами увидимся. Играю я в эту игру. Вот. Тоже надантный костюм. Все, ладно, я пошел. Вот. На сегодня это все, ребятки. Всем удачи. Всем пока-пока.